Часто женщинам кажется, что они никогда не выйдут замуж. Но приходит день и находится человек. Потому что вот этот узелок судьбы, он заходит в самую глубокую часть психики и начинает влиять на окружающих людей. Девушка в какой-то момент начинает нравиться сильно. И у нее даже много вариантов появляется сразу. Она влияет, она своей красотой начинает влиять на окружающих людей. Но это не всегда в жизни человека, не всегда, не постоянно происходит. Иногда девушки влияют сильно, но замуж никто не берет. Это также означает, что судьба действует не сильно, слабо. Итак, мы с вами вкратце разобрали, что такое ум. Осталось добавить, что у него есть еще психические каналы, по которым течет психическая энергия. И эти каналы называются нади, на санскрите нади. И есть еще психические каналы, которые регулируют деятельность грубого тела. Не психики, а грубого тела. И эти каналы называются шротасы. Об этом мы уже говорили. Вот. И все эти, все эти каналы, которые существуют в уме, вся эта структура психики, она питается только одной вещью. Знаете, чем? В общем, вся эта структура психическая питается любовью. Любовью. Если у человека в жизни нет счастья или любви, то тогда его здоровье также начинает страдать. Теперь у меня к вам вопрос. Откуда любовь берется? Это факт, что от Бога. Она берется из двух направлений. Первое направление. Из судьбы. Приходит время. Мы уже песенку спели. Тебе сегодня я пойду. Сто дорог в одну сведу. То есть, она приходит, приходит время, и у человека появляется возможность любить по судьбе. И большинство людей, они думают, почему нет любви? Где возможность? Деньги заплачены, где услуги? Где возможность любить? В чем дело? Понимаете, это неправильная позиция, потому что по судьбе может не быть возможности. Но есть еще другая составляющая жизни, которая называется разум. И вот об этой составляющей я хочу сейчас немножко поговорить. Разум тоже имеет свое представительство в нашем организме. Если тонкое тело ума или психика человека, она представлена вдоль всего грубого тела, то есть, психика человека — это психический остров нашей жизни, то разум находится в трех местах. Его локализация — это центр лба, центр сердца, вот то есть, центр груди и центр паха. Три составляющие разума. Связаны с тремя источниками счастья человека. А счастье само — это принадлежность души. Веда объясняет, что душа, которая находится в области сердца, она имеет три направления счастья в своей жизни. Каждое направление имеет свое представительство разума в теле. Первое направление счастья означает знание. Человек должен знать, как ему жить правильно, чтобы его жизнь стала успешной, счастливой. Нужно знать. Каждый человек хочет знать. Ну что сказать? Ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. То есть, мы хотим знать. Мы без этого не можем жить. Как вы думаете, вот когда человек находится в стрессе, у него нарушается сон чаще всего? Первый признак стресса — это нарушение сна. Как вы думаете, почему человек не спит? О чем думает? Да, он ищет счастье, это факт. Он хочет знать, что произошло, почему я так живу. Он хочет разобраться. И он так сильно, ну, когда знание приходит, сразу успокаивается, психика, человек засыпает. Чтобы заснуть, нужно получить счастье. Чтобы получить счастье, нужно понять. Разум действует таким образом, что он привлекает энергию счастья в человеческую жизнь. Для того, чтобы жить, нужно иметь счастье. Человек не может жить без счастья, потому что каждая клеточка организма питается энергией счастья. Мы не можем жить без счастья, нам нужно счастье. Но когда человек в стрессе, это значит, что счастья не хватает. Он страдает, ему нужно счастье. Но как можно счастье получить? Первый способ — с помощью знания. Если человек понял, куда направить свою жизнь, в какое русло, тогда приходит счастье в этот момент. Второй способ — это любовь. Вот здесь вот находится в сердце. Где любовь находится? Современная психология, некоторые направления современной психологии, такие как фрейдизм, например, считают, что любовь находится в половых органах. Они считают, что любовь означает секс. Где любовь находится? Сердце человека. Вот в этой зоне, вот здесь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так. Так, что, что, любить. Сердце любит, сердцем человек любит. И это второй способ избавиться от стресса. Это когда человек любит, у него есть любовь, тогда даже если у него нет знания, он все равно может справиться с ситуацией. Любовь помогает, облегчает. Поэтому, когда человеку плохо, он куда должен идти? К жене, правильно. Или к другому человеку, который его любит. Даже собачка, которая любит, облегчает жизнь. Она тебя обпалили, и тебе легче уже становится. Она тебя любит. Ты та же собачка. Но у собачки нет знания. А если еще тебе расскажут, как правильно, и еще и любят тебя человек, близкий человек, он как бы тебе поможет словами, тогда вообще хорошо становится. Есть еще один центр разума, который связан с третьим аспектом, необходимым в нашей жизни. Это можно назвать по-разному этот аспект. Этот аспект связан с вечностью или самой жизнью. Человеку нужны гарантии. Вот, допустим, рубль теряет силу. Что возникает в сердце? Страх. Как дальше будем жить? Что будет? Страх. Это следующий центр разума, вот здесь, вот в области паха. Как вы думаете, чем он питается? Какой силой? Что может победить страх? Вера. Если у человека нет никакой веры, он не хочет ходить в церковь там и так далее, у него нет понимания, кто такой Бог, тогда страх разрушает его жизнь очень быстро. Но если у человека есть вера в жизни, то тогда страх не может одолеть его. Если вера сильнее ситуации, событий, значит тогда он спокойно живет, у него есть помощь. Мы знаем, что верующие люди даже перед лицом смерти не пугались, не то, что там, когда трудности какие-то финансовые в стране возникают. Мы сейчас, видите, с вами напрямую подошли уже к теме лекции преодоления трудностей судьбы. Да? Если мы знаем, как все происходит в организме, тогда мы знаем, что делать. Вот разберитесь, чего вам не хватает в жизни. Если у вас страх, значит тогда надо искать веру. Если вы чувствуете, что одиноко жить, тяжело, в жизни нет гармонии, значит тогда вам не хватает любви. Ищите близких отношений, общения, дружбы ищите. Потому что некоторые люди хотят сразу, как бы в дамке, они хотят сразу самого хорошего мужа, самую хорошую жену, самых хороших детей. Надо просто найти друзей себе в жизни. А чтобы найти друзей, надо помогать людям, надо начать заботиться о людях. И тогда появятся друзья уже в жизни. И если в вашей жизни вы чувствуете беспокойство постоянно, вы метаетесь в уме, у вас нет сосредоточенности, концентрации, у вас мысли скачут, вы не знаете, что делать в жизни, то значит не хватает знания. Знание дает, что отношения со старшими уже нужно принять как старшего какой-то человека. И он от него получит знание уже. Итак, разум — это психическая структура, которая приносит счастье в жизнь человека с помощью трех сил. Сила знания, сила любви и сила веры. Вера, надежда, любовь. Как вы думаете, знания в сердце быстро приходят или нет? Вот мои исследования показали, что где-то год слушания лекции дает возможность человеку менять свою судьбу кардинально. Знание очень медленно заходит в сердце, по мере доверия. Если ты больше доверяешь человеку, знание больше приходит от него. Меньше доверяешь, меньше знания от него приходит. Поэтому знание — это всегда связано с очень глубокими отношениями. И также следует знать, как передавать знания другим. Вот, например, часто люди страдают от отсутствия гармонии в личной жизни. Вот как сделать так, чтобы близкий человек имел похожие на вас взгляды? Давайте разберем несколько шагов. Первый шаг. Принимать что? Так, кто говорит? Давайте, давайте, спасибо вам за... Принимать характер человека. Правильно. Характер больше означает любовь. Это тоже важно. Вот. Теперь уже у нас свет уже, видите? Я перестал вас видеть. Вот, опять, да? Все меняется вот так постепенно. То возникает, то исчезает. Итак, кроме характера, также надо применять его взгляды. Вот смотрите, есть три составляющие психики человека. Это эти составляющие его разума. И когда человек принимает три эти составляющие, тогда начинаются отношения. А когда одно из них, тогда начинаются что-то, какие-то возможности строить отношения. Первая составляющая – это взгляды человека на жизнь. Если вы хотите, чтобы взгляды человека, вашего близкого человека поменялись, вам нужно пройти три шага в отношениях с ним. Первый шаг, самый тяжелый. принять в свое сердце возможность существования взглядов вашего близкого человека. Допустим, возьмем крайний случай. Ваш близкий человек – алкоголик, допустим. Он просто, кроме водки, не знает ничего в жизни. Ему надо только выпивать. Можно принять такого человека, взгляды такого человека? Можно принять? Принятие не означает следование. Мы просто принимаем, что вот человеку очень трудно жить, у него очень чувствительная психика, ему не хватает счастья в жизни. Единственный способ ему себя существовать как-то – ему выпивать. Он не может по-другому жить. Приняли? Да. Теоретически. Теоретически. Потому что по-настоящему принять вот человека в таком состоянии очень и очень трудно. Для этого внутренняя работа, о которой нужна, о которой мы поговорим чуть позже. Сейчас мы разбираем просто основы понимания, как победить свою судьбу, как сделать так, чтобы судьба не была такой тяжелой, как сейчас. Первая основа – это принятие взглядов человека. Какие у него взгляды? Он любит выпить. Это его взгляд. Принятие не означает следование и также не означает потакание. Принятие – это означает понимание того, что человек по-другому не может жить. Если бы он мог, он бы жил по-другому. Что это? Счастливая жизнь. Пьяным в луже валяться каждый день. Это счастливая жизнь? Нет. Он чувствует себя счастливым. Но жизнь-то не счастливая. Ведь так, это же правда. И это значит, что он не может просто по-другому. У него не хватает знания. Первый этап – принятие. Второй этап – когда мы принимаем человека, что он наступает с человеком. Он с точки зрения знания или вот этого центра разума к нам становится постепенно ближе. Он может открывать сердце, он может рассуждать. Он говорит, понимаешь, Маша, ну не могу я не выпивать. Вать, ну не могу, понимаешь. Ну как тебе сказать? Он начинает открывать сердце, начинает общаться. И Маша говорит, ну конечно я понимаю, пойдем, мой дорогой, спать. Завтра поговорим на трезвую голову. Вот. То есть он начинает открывать сердце, начинает общаться, разговаривать. и постепенно начинает слушать также о тебе что-то. В этот момент ни в коем случае нельзя давить на него своим знанием. Говорит, ну ты видишь, ты свинья какая, а? А я вот как бы мягкая, пушистая, а ты скользкий, вонючий. Понимаешь? Вот. Если человек действует с позиции гордости, он никогда не сможет никому помочь. Единственная причина, почему человек пьет, у него нет другого выхода в жизни. Он очень сильно страдает. У него нет знания, как жить правильно. У него не хватает счастья. Он сломался. Он идет под откос. И естественно, так как это болезнь, это болезнь разума, пьянство, поэтому и человек воняет. От него пахнет плохой жизнью, неправильной жизнью. С ним очень тяжело жить с таким человеком. Но есть только один способ все-таки жить с ним. Может быть, не слишком близко, ни в одной комнате. Какой способ? Это понимание, что этот человек, если он мой близкий человек, если Бог меня заставляет с ним жить, то это означает, что это часть моей судьбы. Это значит, что когда-то, в своем прошлом, может быть, в прошлой жизни, я сама была такой. Нет другой причины, почему мне Бог дал такого человека. Нет другой причины. Вот когда женщина это понимает, у нее появляются силы дальше жить. Потому что, если она этого не понимает, ей все равно деваться некуда. У нее нет вариантов жить нормально. Она не может уйти, потому что это его судьба, ее судьба. И она не может жить, потому что она не хочет так жить. Она попадает в тупик. Причина тупика не принятие своей судьбы. Но для принятия нужны силы. Силы берутся из отношений, из молитвы. Мы об этом позже будем говорить. Единственное, что нам не хватает на самом деле, это силы. Нам не хватает сил жить. Поэтому люди так много уделяли молитвы в древней культуре. Но мы вообще не уделяем это время. Мы надеемся на телевизор, радио, книги, компьютерные игры, чтобы успокоить себя. Но это всего лишь попытка забыться. Это не означает, что мы глубоко вникаем в то, что есть в нашей жизни. Это не означает, что мы побеждаем судьбу в это время. В это время мы просто отвлекаемся и все. Это не меняет ситуацию в жизни. Но глубокое отношение со своей судьбой реально меняет ситуацию. Итак, второй этап приводит к тому, что я с этим человеком начинаю общаться о жизни. Надо общаться очень смиренно, так, чтобы он понял. Надо ему объяснять. Вась, ну посмотри, видишь, я тебя люблю, ты у меня вот такой, пинчушка, ничего страшного, это не проблема. я считаю, что у тебя все будет в жизни хорошо, я считаю, что ты станешь наконец счастливым человеком и так далее. И если вы с любовью очень смиренно это будете говорить, то он тогда спросит, а что мне делать? Вот как мне жить? Помоги мне. И с этого момента начинается передача знания. Ваше понимание счастья, допустим, если они дают возможность не пить, оно сильнее, оно дает больше силы и оно перетекает его понимание счастья. Это уже третий этап. Первый этап принять судьбу человека, второй этап это взаимоотношения, взаимодействие, то есть означает, что я принимаю твои мысли, ход твоих мыслей. И это дает возможность тебе принимать ход моих мыслей уже. Постепенно эта возможность приходит, постепенно. И третий этап это перетекание знания. Как вы думаете, можно проповедовать близкому человеку, родственнику или нет? Нет. Это очень грубое вмешательство в его жизнь. Передача знания близкому человеку происходит через поступки, через любовь. Любовь выражается в поступках. Ваня, пойдем сходим на лекцию. Я хочу, чтобы ты был рядом со мной, мне так спокойнее. Можешь не слушать. И так далее. То есть, если вы меняете среду своей жизни, своего существования, вместе с своим близким человеком, его жизнь также меняется. Вань, пойдем сходим в храм. Постой рядышком, можешь не кланяться, но просто побудь рядом со мной. Я хочу с тобой ходить в храм. Я тебя люблю, видишь, для тебя все делаю. Ну, сделай для меня вот это. Я тебя прошу. И он сходил. Как вы думаете, меняться будет его жизнь от этого или нет? Будет несомненно. Но эти перемены происходят очень медленно. И ну, не нужно торопиться. А если вы хотите сразу, давайте я сейчас все объясню. он не будет слушать. Близкие люди ничего не слушают. Невозможно. А? Если веры разные, примите веру другого человека. Это пришло время научиться принимать веру. Вот пришло время к этому, понимаете? Потому что мы уже не такие темные люди. Всем известный факт, что есть святые мусульмане. Если человек святой, это значит, что свет на него идет. Откуда берется свет? Слово святой означает свет. Откуда берется свет? От Бога. Если есть святые мусульмане, значит Бог связан с мусульманской культурой. Есть святые православные. Есть святые католики. Мать Тереза не православная. Она святая или нет? цветает, значит на католиков Бог тоже с ними как-то связан. Так? Если мы это будем отвергать, значит у нас не будет нормальной жизни. Но если мы принимаем вот этот факт, что Бог может быть связан с разной культурой, с разными народами, с разными взглядами, тогда, если вы это принимаете, примите первой веру близкого человека. Просто примите, что у него другая вера. Ничего страшного, это нормально. Дальше что произойдет? Он начнет успокаиваться по поводу вашей. Начнет потихоньку воспринимать такой, какая вы есть. С кем я говорю? Поднимите руку. Но единственная ошибка, которая сразу возникает и убивает отношения, это попытка поменять веру близкого человека. Вы сейчас вместе живете? Уже они вместе? Не о себе. Есть три типа верующих. Есть начинающие верующие. Так как они не понимают, понимаете, начинающие верующие чувствуют, что есть Бог, но они не понимают его замысел. И эти начинающие верующие всегда ведут себя очень фанатично. Они злятся, ненавидят других, пытаются как бы противостоять их действиям и так далее. Дальше есть верующие, развитые. Эти верующие, они идут своим путем в жизни и никого не трогают. Они говорят, я не знаю, какая у кого вера, я как бы, у меня есть свой путь, я им иду. Некоторые развитые верующие принимают также веру других людей и считают, что это тоже хорошо. И есть еще третья категория, совершенные верующие или святые люди. Они вообще всех любят. Вот какая бы у тебя вера ни была, не имеет значения. Они просто любят людей. И в основном люди же начинающие верующие, поэтому они в основном фанатики, то есть они ненавидят чужую веру и всегда доказывают свою. Злятся и так далее. Это вызывает разрушение семьи. Выход? Дать возможность понять. Это нехватка знаний, это работа вот с этим центром психическим. Любовь же у них была друг с другом, они любили, но у них не хватало знаний, как принимать друг друга. Три этапа. Первый этап — принять веру близкого человека. Второй этап — общаться по поводу его веры. Можно даже ходить в храм вместе с ним, на его службы, на его программы. И он успокаивается тогда по поводу твоей веры. И третий этап — это в данном случае этап гармонии, когда мы не трогаем друг друга и вместе живем, обсуждаем все вместе и понимаем единство в разных культурах, а не противоречие и разницу. Понимаете? Единство, что есть во всех культурах, есть единство. У меня есть одна знакомая в Питере живет, она мусульманка. Она пишет научные труды по единству во всех культурах. У ней целые научные работы серьезные. Какие термины, какие понятия, какие взгляды есть вот в этой культуре, она сравнивает ведическую культуру, мусульманство и христианство. Три направления такие основные она сравнивает и показывает, что все одно и то же. Все. И ее наставники духовные благословляют ее на эту деятельность. Им очень нравятся ее работы. Они зачитываются на конференциях научных и так далее. Вот такие научные труды, кстати, есть у меня на сайте ее работы, можно почитать. Такие научные труды, они успокаивают психику людей, объединяют общество, делают больше гармонии в нашей жизни, чем противоречие. Если у нас не хватает любви, да? У нас не хватает любви. Возьмите всю информацию на сайте. Я не хочу сейчас ничего говорить конкретно, потому что это может вызвать у кого-то раздражение. Там есть раздел публикации у меня на сайте, и там вот есть эта публикация, а вот единстве культуры разных, в чем соответствие. Ваш вопрос? Ну, ничего не надо делать. У мужа нет веры. У нас есть, мы, второй микрофон в зале? Может быть, второй микрофон. Пусть даже, может быть, звук прерывается, вот этот вот, который не работал. Нормально. На вопросы пойдет. Нормально. Вот поймите, что веды рассматривают людей в соответствии с развитостью их знания. Послушайте меня внимательно. Это очень важная информация. Люди все хорошие. Просто знания о жизни, именно не знания о физике, химии, географии, биологии, менеджменте, а знания о жизни, делятся на три категории. Первая категория. Люди не считают, что есть совесть, есть какие-то правила и принципы в жизни. У них нет представления конкретного о той культуре, в которой он должен жить, о той вере. Такие люди в основном заняты тем, что они зарабатывают деньги, пытаются извлекать из жизни какие-то удовольствия. Они часто в своем поведении не придерживаются каких-то принципов серьезных. Например, погулял, бросил. Или не нравится, набил морду. Это означает определенный слой жизни, определенный уровень знания о том, что такое счастье. И веды называют такой слой жизни невежественным существованием, невежественной жизнью. Невежественной, главный критерий невежественной жизни, это бессовестность. Вот все, что бы я не делал нормально, лишь бы никому это не противоречило. Вот не узнали, что я своровал, хорошо. Понятно, да? Невежественная жизнь означает бессовестное. Веда объясняет, что кроме души, вот здесь в области сердца находится еще другая душа. Ее называют сверхдуша. параматма. Есть атма, есть параматма. Сверхдуша, высшая душа. Вот параматма или сверхдуша, у нее есть свои функции. Это представительство Бога в нашей жизни. И самая главная функция, представительство Бога в нашей жизни, это совесть. Совесть указывает на настоящую правду. У каждого человека есть своя правда, но есть еще общая правда, настоящая правда, божественная правда. Эта божественная правда связана со совестью. Ее невозможно заменить. Мы не можем своими суждениями заменить. Так вот, невежественные люди, они наплевали на совесть. У них есть только своя правда, и все. И больше им никакая правда в жизни не нужна. Теперь, наши отношения к этим людям, как мы к ним должны относиться? С пониманием. Потому что вот у человека такая жизнь, он не понял, как правильно. Но можно строить с ними близкие отношения, очень глубокие? Можно, но это принесет боль. Поэтому близких отношений с ними лучше не строить, с такими людьми. Даже если это близкий человек, твой родственник, муж или ребенок, его сознание находится в невежестве. Надо заботиться о нем, служить ему, выполнять перед ним свои обязанности, но не пытаться, не пытаться открывать ему сердце очень близко. Это приведет к грубости, к хамству, к каким-то трудностям. Продолжение следует...